Всем привет, с вами Артём Воронин и сегодня у нас долгожданный обзор на Boeing 737, а если конкретнее, то на Boeing 737-400. Так что пристегните ремни, приведите спинки кресел в вертикальное положение и устраивайтесь поудобней. Приятного просмотра! В этом выпуске я вам подробно расскажу про самый массовый самолет гражданской авиации. Как вы понимаете, сейчас я нахожусь около этого самолета. И знаете что? Мне не кажется, что он принципиально меньше по размерам того же Ил-86 или Boeing 777. Тут, конечно, дело в том, что я строю свои самолеты в разном масштабе. Впрочем, насколько конкретно по размерам отличаются от моих предыдущих самоделок, я расскажу чуть позже. Сейчас я познакомлю вас с историей этого самолета, расскажу про все его модификации, а также постараюсь объяснить, чем они отличаются друг от друга. Разработка Boeing 737 началась в 1964 году. Чтобы ускорить данный процесс, были заимствованы технологии, применяемые на Boeing 707 и 727. Именно поэтому фюзеляжи, а именно носовые части у этих самолетов, очень похожи. Для нашего сегодняшнего героя было спроектировано новое, более совершенное крыло, позволившее использовать самолет на коротких ВПП и увеличившее высоту полета на крейсерской скорости. Первой модификацией 737 стал Boeing 737-100, совершивший свой первый испытательный полет в 1967 году. Сейчас этот самолет изображен на фотографии. В глаза сразу бросается нестандартная форма двигателя для этой серии Boeing, а также короткий фюзеляж. Кстати, на первых моделях 737-го использовались Pratt & Whitney GT 8D с малой степенью двухконтурности. Именно эта особенность двигателей позволила инженерам разместить их под крылом без изменения их конструкции и формы. Модификация 737-200 мало чем отличается от модификации 737-100. Внешне их можно различить по длине фюзеляжа. Впоследствии это семейство получило название 737-оригинал. Первая модель самолетов нового семейства Classic 737-300 была введена в эксплуатацию в 1984 году. В дальнейшем это поколение пополнилось модификациями 737-400 и 737-500. На этих моделях сразу заметны приплюснутые двигатели, которые присущи большинству модификаций серии 737-х. Дело в том, что на Boeing 737-300 были установлены двигатели CFM-56 марки CFM International с высокой степенью двухконтурности. Он был значительно больше в диаметре, чем Pratt & Whitney GT 8D. Но, как известно, Boeing 737, грубо говоря, заниженный, поэтому разместить этот двигатель под крылом было проблематично. Поэтому было пришено агрегаты, расположенные обычно снизу, разместить по бокам от секции компрессора. Этот процесс называется хомячение, так как получившийся приплюснутый двигатель стал немного напоминать хомяка. Так что, когда увидите самолёты вот с такими приплюснутыми двигателями, знайте, это Boeing 737. Помимо новых двигателей, у 300-го изменилась кабина, в ней появились электронные дисплеи. В 1993 году была запущена программа 737-X или NG, Next Generation, новое поколение. Семейство 737-NG включает в себя серии 737-600, 700, 800 и 900, заметно отличающиеся от первых самолётов семейства Original. Главными изменениями стали новое крыло, новая авионика и усовершенствованные двигатели. В семействе New Generation электронные дисплеи полностью вытеснили аналоговые приборы со стрелками, которые в авиации любя называют будильниками. К дополнительным преобразованиям относятся также вертикальные законцовки крыльев, винглеты, существенно сокращавшие расход топлива и улучшающие взлётно-посадочные характеристики. В 2001 году путём удлинения фюзеляжа был создан Boeing 737-900, который на самом деле вмещает в себя пассажиров больше, чем Boeing 707, и он даже выступает в одном классе с Boeing 757. В 2005 году компания Boeing объявила о начале работ по созданию варианта 737-900ЕР Extendent Range, увеличенная дальность, ранее известного под обозначением 737-900Х. Boeing 737-900ЕР по размерам аналогичен с модификацией 737-900, но на нём установлена дополнительная пара дверей, которые находятся за крыльями. Наверное, 737-й единственный самолёт компании Boeing, который имеет столько модификаций, но, к сожалению, внешне отличить эти модификации друг от друга сложно, и в них можно запутаться. Огромное спасибо моему подписчику, который мне помог во всём этом сориентироваться. Ну что, с историей познакомились? Давайте теперь сам самолёт изучать. По традиции начнём с размеров. Длина фюзеляжа 120 студов или 94,5 см. Ширина фюзеляжа 12 студов или 9,5 см. Размах крыла 112 студов, 86,5 см. Высота хвостового оперения 7 этажей дома, построенного из лего, или 35 см. Сейчас я сижу в кабине. Отсюда я и предлагаю начать изучение интерьера нашего сегодняшнего самолёта. Давайте немного побалуемся со штурвалом и механизацией крыла для того, чтобы посмотреть, как всё это работает. Вообще, перед рулением пилоты обязаны проверить работоспособность всех управляющих плоскостей самолёта. Для этого они отклоняют штурвал вперёд и назад, поворачивают его влево и вправо, а также, нажимая на педали, проверяют работу рудера, руляя направление на хвосте. Я предлагаю сделать сейчас то же самое. Фулл лефт, фулл райт, фулл ап, фулл даун. Ну и рудер, давайте проверим. Так, теперь давайте ещё закрылки и спойлеры выпустим. В принципе, в кабине всё понятно. Предлагаю пройти в салон. Бизнес-класс. Надо сказать, что в этом самолёте это действительно лухари, потому что есть столики, есть подлокотники. И на самом деле возникает огромное желание прямо здесь взять, достать ноутбук и сидеть, монтировать какое-нибудь видео, например. Что-то я замечтался немного, да? Нет, ну на самом деле моё желание помечтать говорит о том, что здесь действительно очень комфортно. Будь у меня личный бизнес-джет, я бы в нём сделал абсолютно такой же салон. Ладно, давайте вернёмся с небес на землю и пойдём в эконом-класс. Тут всё не так весело, но для меня более близко, так как я всю свою жизнь летал экономом. Главный недостаток тут, конечно же, это короткое расстояние между креслами. Причём ситуация усугубляется, когда авиаперевозчики в один и тот же тип воздушного судна стараются впихнуть разное, причём как можно наибольшее количество рядов кресел. Единственное место в бизнес-классе, где вам будет более-менее удобно, это места около вот таких вот аварийных выходов. Здесь по-любому должно быть большое расстояние между креслами, таковы правила техники безопасности. Потому что в случае какого-нибудь ахтунга, люди должны будут беспрепятственно пройти к этой двери и покинуть самолёт. А вообще, примерно такой же экономический класс был в А319. Как я говорил в начале обзора, Boeing 737 – самый массовый самолёт гражданской авиации. Просто задумайтесь, относительно недавно, а именно 16 апреля 2014 года, компанией Boeing был построен 8000-й самолёт. А теперь представьте, в любой момент времени в воздухе находится в среднем 1200 самолётов, и каждые 5 секунд в мире взлетает и приземляется 1737-й. Туалеты в этом самолёте располагаются в задней части фюзеляжа, традиционно для всех узкофюзеляжных самолётов, то есть по бокам. Внутри, в принципе, тоже ничего сверхъестественного. Унитаз и раковина. А вот и кухня. Здесь мы видим старые добрые печки для разогрева обедов, которые нам уже встречались на других самолётах до этого. Также мы видим несколько стаканов, которые обычно нам наливают напитки. Когда я стоял в открытой двери того же Ил-86 и смотрел вниз, было ощущение, что лётное поле находится в два раза дальше от меня, чем сейчас. Сейчас мы находимся рядом с правым бортом, и я предлагаю изучить багажные отсеки. Надо сказать, что эти отсеки в разы меньше тех, что были на Ил-86. Как вы помните, там я мог спокойно залезть в отсек и стоять в нём в полный рост. В этом видео я рассказал вам про самый массовый самолёт гражданской авиации. Ну а на этом наш обзор подошёл к концу. Надеюсь, он вам понравился. Буду рад видеть вас снова на своём канале. Всем счастливо! Субтитры подогнал «Симон»